привет привет всем мои хорошие а ну-ка покажи как ты умеешь потягушки делать ну покажи ну не стесняйся почти 4 часа дня мы ждем массажистку сегодня у нас 10 массаж доча спит сынулю разбудила всю ночь не спали оба короче весело нам было не знаю что с моими деточками происходит они по-моему от массажа наоборот более возбужденной ночью становится ты что так внимательно слушаешь ты хочешь что-то сказать да ты хочешь что-нибудь сказать своим зрителям только ножки задираем мы ночь не прилично хотя таким ангелочкам как вы это прощается пока еще прощается серьезным парень и он у меня пукает серьезно кушает серьезно ножки 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 задираем мы задираем ножки ну-ка смотри на маму ну смотри на маму что-то там опять на эту картину смотришь у нас тут тут картина на которую дети постоянно смотрят это мои ножки солнышко мамина а и маму пинаешь да мама и так еле на ногах держится привет привет всем мои хорошие а ну-ка покажи как ты умеешь потягушки делать ну покажи ну не стесняйся почти четыре часа дня мы ждем массажистку сегодня у нас 10 массаж дочь а спит сынулю разбудила всю ночь не спали оба короче весело нам было не знаю что с моими деточками происходит они по-моему от массажа наоборот более возбужденной ночью становится ты что так внимательно слушаешь ты хочешь что-то сказать да ты хочешь что-нибудь сказать своим зрителям только ножки задираем мы нож вот вы слышали что он сделал он пукнул неприлично хотя таким ангелочком как вы это прощается пока еще прощается серьезным парень он у меня пукает серьезно кушает серьезно ножки 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 задираем мы задираем ножки ну-ка смотри на маму ну смотри на маму что-то там опять на эту картину смотришь у нас тут тут картина на которую дети постоянно смотрят это мои ножки солнышко мамина и маму пинаешь да мама и так еле на ногах держится привет привет у нас как всегда лежанки после массажа детки выспались сил полно теперь особенно усынули энергии много он бежит бежит куда-то никак остановиться не может да сынули ты еще не пробежал свою 100 метровку или сколько там же мы опять это без подгузника лежим прохлаждаемся и здесь же рядом доча лежит она просыпаться не хочет тоже там что-то по тягушке делает но она на ходу спит это они у меня набираются сил к ночи часам в двенадцати смыль а ты че так внимательно смотришь он смотрит в эту камеру я же говорю спит бабуля пришла поправлять свою внученьку я не снимала ее снизу раскрытые ты не снимали и они она тоже прохлаждается у нас 23 часа в сутки не оставляем детей в подгузниках силы от еще такие глазки делаешь что-нибудь что-нибудь своим поклонницам а и мои волосы повыдергивают они у меня все волосы я чувствую сегодня сегодня папа писал видео как принесли их кроватки они уже готовы у нее конечно красивее намного чем сынулина но я так и выбирала сынулина более такая спокойная сдержанная а у нее вся розовая там розовая нет белая с розовым она с пыльно-розовым цветом конечно наш девочка у нее украшенным должно быть кроваткой давай зевай 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 оденена тебе она у нас в платочке и в чепчике одеты так потому что после массажа мышцы разогретой ее одели она вот так вырубилась уснула сегодня был десятый последний день массажа все закончилось очень хорошо доча вела себя на последних массажах на последних она только на первых двух по моему каприз начала она вообще самая тибелевая выносливая лежит прям удовольствие получает сынуля не любит массаж только если ему делать на спине и на ножки и все дай мамина дай ему с дачи дай ему с дачи дай ему с дачи чё он тебя бьет чё он тебя бьет доча принцесса мамина а по поводу того почему я их не называю по именам потому что ну у них вся жизнь впереди и все их будут по именам называть кто если не я принцессами и мамины солнышками называть пока есть возможность называют так вот зихра познакомьтесь меня зовут зихра в рулик мы скажи салам алейку меня зовут осла и сколько энергии у него отключаюсь бабуля как всегда зазвонил телефон то говорит слон и это не нравится мама не нравится на я хочу чтобы она плакала не надо ее плакать заставлять что ее не сглазили много чего говорят много чего говорят тут маша на маша на маша не надо верить такие вещи так и находится на меня привет привет мои хорошие сегодня какое число даниил не знаешь 15 декабря уже пол шестого вечера я только-только позавтракала на мне ночнушка я вспомнила что у меня есть начнушка в которой я лежала который я носила когда лежала с детьми в опн да представляете я только позавтракала недавно потому что проснулась где-то к четырем часам но это не значит что я с ночи вчерашней проснулась к четырем часам до утра дети не спали оба причем естественно и мама не спала я не спала потом с утра пришла к нам медсестра я вызывала вчера медсестру частные клиники аналитика называется если кому интересно аналитика она находится на ленина вот там и оттуда я всегда вызываю медсестру чтобы она взяла кровь все анализы можно принципе там сдать кровь мочу кал мочу кал сдать у нас конечно же не получилось с детками это мои дети дождаться пока они что-то сделают это просто нереально мы сдали кровь как обычно на гемоглобин каждые 10-15 дней я сдаю гемоглобин супер поднялся это у нас произошло после того как я поменяла ферлатум у нас было железо ферлатум я его поменяла на нет у нас было железо мальтофер да я его поменяла на ферлатум фол вот 10 дней ферлатум фол мои детки пропили закончилось где-то 4 дня назад железо у нас 4 или 5 дней назад и вот сейчас у нас гемоглобин очень хороший 125-124 выше 100 у моих деток гемоглобин не поднимался пока мы пили мальтофер вот пока прекращаю я давать железо все мне кажется достаточно они пропили хотя нам гематолог говорил что нужно пропить мальтофер несколько месяцев и фолиевую кислоту давать и аскорбиновую кислоту ну по мне так достаточно ящик офигеть я просто в шоке от этих соседей по мне так достаточно я ищу мою дочку разбудили по моему они я еще через 10 дней перепроверю гемоглобин и если он упал то конечно буду продолжать еще давать железо и а пока пока не даю вот еще что хотел сказать сдали кровь на что мы сдали доча и так доча проснулась соседи как всегда что-то сверлят дрелью и мама пришла час мама забрала дочь на чем я остановилась а сдали мы еще кровь на наличие витамина d3 в организме хочу проверить на этот раз знаете ни один доктор ни один врач на мне назначил проверить каком количестве у нас витамин d3 не проверяя нам назначали самое интересное что все врачи назначают витамин d3 в капельках и у каждого врача своя дозировка сегодня я решила думаю дай-ка себя проверено у своих детей сколько у них там в организме d3 может им вообще он не нужен ну хотя дочери наверно еще нужен потому что у нее родничок еще не до конца зарос у сына все заросло вот что удивило знать анализы на витамин d3 брали кровь кстати я думал мочу сдать и сразу на витамин d3 проверить но мои дети скромные такие писюльки свои не сдают и пришлось кровь сдавать с вены господи дочь плачет я вместе с дочерью плачу с ним плачет я вместе с сыном плачу я не могла себя контролировать это это очень больно когда твой ребенок плачет и ты не сможешь не можешь ничего сделать вот анализ на наличие витамина d3 в организме стоит 2000 рублей я была удивлена потому что дорогой анализ медсестратор сказал да это один из дорогих анализов у нас 2000 рублей я так привыкла когда мы сдаем кровь на какие-то анализы 500 600 700 тысяч рублей максимум 2000 рублей была очень удивлена потом я сдала еще на всякие внутриутробные инфекции я сдала дети сдали круче решили полностью полностью провериться перед отъездом вот ну на этом все наверно закроюсь пойду немножко домашними делами займу себя себя тоже в порядок приведу те же здесь в ночную чки как бабулька кстати я наверно никогда я вот сейчас и попробовала надела эту штучку наверное никогда не привыкну ходить вот таких вот штучках дома это не мое не знаю я привыкла в шортах в штанах в майке мне удобно но вот это вот эти ночнушки все-таки не мое это больница у нас нельзя было ничего другое носить только вот такие ночнушки надевать но я все равно носилась что хотела но все закройте мои хорошие всем хорошее настроение любите себя а кстати новость 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 мне девочки написали спасибо мои хорошие потом еще зуля написала что с 26 числа возобновляется рейсы махачкала стамбул продаж билета пока нет но будем ждать надеюсь мы успеем до нового года отсюда улететь домой очень хочется очень хочется с детьми оказаться уже дома ну честно сказать мама мама и помощь это все конечно хорошо но все равно хочется быть у себя дома хочется уже все-таки полностью взять на себя ответственность за своих детей полностью понять что ты мама что как бы ну здесь находясь у мамы это у меня знаете мама в облегченном варианте я мама мама в облегченном варианте я стала моим потому что моя мамуля всегда на подхвате моя мамуля всегда если ребенок плачет подбежит успокоит особенно за дочкой она смотрит она прям с нее пылинки сдувает и как бы мое сердце спокойно и я могу вообще не переживать оставить деток с ней я знаю что она за ними будет смотреть прекрасно но когда-то нужно полностью взять на себя ответственность за своих детей у меня всю жизнь не будет этой помощи и поэтому хочется побыстрее домой побыстрее самой начать самостоятельную жизнь мамы посмотреть как это у меня получится чем быстрее я начну тем быстрее я войду в колью думаю у меня получится так как у меня будет помощница домашними делами заниматься будет помощница я же буду заниматься детьми пусть и на этом теперь закрываюсь хорошего всем настроения строения и и и и и